Инструктор Закро-йоги Инструктор Закро-йоги Инструктор Закро-йоги Инструктор Закро-йоги называется поза бегуна продолжаем следить за тем чтобы у нас тело было гармонично и равновесие между двух ножек хорошенечко подаем корпус вытягиваем продолжаем вытягивать могучку вверх вдох и с выдохом мягенько возвращаемся вниз переносим весь тело на левую ножку сейчас будет не так просто мы попробуем выполнить левая ручка остается перед левой стопой правую ножку поднимаем вверх раскрываем таз вторая ручка мягенько осторожно начинает подниматься вверх все что наши глядачей в первый раз это сделают они сделают? главное чтобы рядом было что-то мягкое на что можно удобненько чтобы не было травм мягенько возвращаемся вверх опять делаем вдох и с выдохом восстанавливаем дыхание и второй подходик на вторую ножку вот таким вот образом так да хорошо продолжим тогда упражнение дыхательное называется капула абхати я покажу стоя можно выполнять сидя можно выполнять стоя на выдохе давайте пробуем на выдохе на выдохе мы толкаем животик вовнутрь вдох автоматически на выдохе супер как будто всю жизнь занимались йогой если закружится немножко голова ничего страшного это кислород поступает наш организм наше тело называется капула абхати очень хорошо также для нашей красивой стройной талии так частише повторю вот так желательно выполнять утром натощак то есть перед едой желательно после еды не выполнять данных упражнений вот хорошо и также покажу один небольшой маленький комплекс также из йоги начинается я думаю уже наши ножки немного отдохнули начинается таким же образом вдох вытягиваем корпус вверх с выдохом мягенько опускаемся вниз правая ножка шагает назад левая ножка шагает за ней все тела на прямая линия это у нас называется планочка следим за тем чтобы таз не опускался вниз и выходим через прямые или согнутые ножки читуранга если будем выполнять стараемся чтобы локоточки шли как можно ближе к нашим к нашей груди выдох собака головой вверх вчера как раз занималась йогой в парке и собака рядышком дело тоже собаку свою хозяйку вытворят и собака головой вниз пяточки продолжают тянуться коврику тянется корпус вниз вдох вернулись в планочку опять читуранга опустились и вниз выдох собака головой вверх выдох собака головой вниз и мягенько можно отшагивать нашими ножками после данного комплекса тело уже начинает разогреваться уже идет жар по всему телу каждая клеточка наша наполняется кислородом и радостью если вы правильно это робите то вы уже маете відчути тепло у соби именно так вот хорошо и покажу еще один комплекс также чудесно для нашего утреннего пробуждения я начинаю уже заниматься также повышаю свой уровень занимаюсь цигуном вот и хочу сказать что эта практика просто неимоверная действительно чувствуешь такой результат мгновенный ты начинаешь ощущать свое тело это работа с энергией вот покажу две асаны две асаны вот просто повторяйте первое время старайтесь выполнять мягко с дыханием через некоторое время вы уже сможете чувствовать энергию вот энергия на самом деле мы можем почувствовать очень легко дома растиряем наши ладошки а потом немножко их разводим можно почувствовать что как такое покалывание в пальчиках когда ручки мы сводим и разводим это и есть это самая энергия вот таким образом ножки у нас на ширине бедршек всегда чуть-чуть копчик подогнут вовнутрь и вдох мы поднимаем энергию земли поэтому очень хорошо выполнять в парке выдох с выдохом толкаем вперед вдох окружаем себя теплом радостью любовью выдох мягенько вырос кого-то починаты свидаем конечно обязательно в 5 утра встали и 40 минут сделали выдох я шучу конечно по своим ощущениям вдох и выдох называется асана тигр возвращается в горы вот такие вот интересные названия выдох вдох и выдох мягенько еще раз вдох наполняемся энергией земли выдох вперед выдох завтра утречка можете так и начинать и в глазку и чтобы гармонизировали наш центр вот такой вот асаны музыкант чем ручку четыре пальца ниже пупка наш энергетический центр вдох ручка пошла гармонизировали почувствовали основу стабильность выдох вдох и чувством наполняется наше тело и ум гармонизируется мозг становится еще яснее наши мысли выдох и еще раз вдох и выдох что так если вы будете так починаты свитей то одразу прокинетесь я знаю что инночка советская уже уже запомнила наверное хорошо эту истину то что нам нужно просыпаться мягко не спеша как кошечка чувствуя свое тело открыли глазки потянулись почувствовали вкус жизни хорошенько вытянули все тело сделали глубокий вдох выдох можно выполнять некоторые асаны прямо в постели тогда муж будет еще более счастлив такая картина так пробуждаться вот поэтому резко мы не пробуждаемся не стоим но я вам открою маленький секрет на нашем теле присутствуют точки энергетические надавливая стимулируя которые можно скажем некоторые процессы запускать так вот у нас на шее основание шеи находится определенная точка если ее простимулировать пальчиками утром после пробуждения сразу тепло почувствуете приятно разливается в голову в шее и также сразу моментально вы чувствуете как тело включается голова включается то есть есть у нас такие точки на на теле вот у нас на ладошках очень важно также есть практики специальные когда мы стимулируем наши ладошки ушки на лице точки определенные главное одну главную точку с утра включите так и тогда будет найкраще и ранок вы абсолютно правы вы абсолютно правы это да точку улыбки я с вами абсолютно согласна ну что ж нагадаем мы если вы только прокинулись то вмикаете и деви и девица нас любить свою практику осанны чтобы прокинуться швидше и нагадаю до нас заветалась сегодня анна пасечник инструктор закро йоги и допомогла нам швидко прокинуться чудесного дня